Всем большой привет! Очень рада видеть вас сегодня на моем канале. И в этом видео поговорим о покупке и опробе пера аптечной марки под названием Nonique. Производится эта компания, я так понимаю, в Германии. Сделана она более-менее на натуральных компонентах. И попробовала я два средства и сейчас выскажу о них свое мнение. Итак, первое средство, которое я приобрела, это мицеллярная вода. Здесь 200 мл. Это ежедневный уход и защита. Основными ингредиентами здесь являются вода, глицерин, сок нони, экстракт ананаса, папайя, ванили, карликовой пальмы и алоэ здесь также есть. Косметическое средство нового поколения предназначено для удаления макияжа, для бережного удаления макияжа. Мицеллярная вода прекрасно и эффективно и мягко очищает, быстро удаляет макияж, увлажняет кожу, не нарушает гидролипидный баланс кожи, подготавливает ее к дальнейшим косметическим процедурам. Алоэ здесь в составе обладает антибактериальным противовоспалительным действием, тенизирует эта вода кожу, увлажняет, устраняет сухость, шелушение, снимает раздражение. В составе здесь есть экзотический экстракт ананаса папайи, который способствует удалению как раз-таки омертвевших клеток, обновляют эпидермис и придают коже свежесть и комфорт. Итак, упаковка выглядит очень симпатично. Здесь как раз перечислены те компоненты, на основе которых сделана эта мицеллярная вода. И флакончик выглядит достаточно просто. Просто такой белый пластик с яркой крышечкой. И здесь 200 мл. Стоила она в районе где-то 350 рублей. В аптеке была какая-то акция. Купи какой-то один препарат или как это называется, средство, да, и получи второй с какой-то там скидкой. И я давно как-то ее видела. Кто-то мне даже о ней говорила. И мне было интересно ее попробовать. Итак, мицеллярная вода наносится на диск и можно ей снимать, как здесь, по-моему, написано, и с лица, и с глаз. Хотя, возможно, наверное... А, да, написано, для бережного очищения лица и век. Сразу могу вам сказать, что запах у нее такой очень специфический. Здесь аромат не то, что экзотический каких-то фруктов, а с примесью какой-то такой прогорклой химозности, что ли. Но она обычная водичка. Легко наносится, естественно, на ватный диск. И с глаз снимает косметику просто отвратительно. Во-первых, у меня защипали глаза. Во-вторых, у меня покраснели веки. И верх, и низ превратился во что-то вообще непонятное. То есть, это не было что-то такое, знаете, безумное красное. А просто было видно, что какое-то прям сразу покраснение. Снимал он тоже плохо. Я держала, не держала. Пыталась что-то там подтереть. Поняла, что бессмысленная какая-то история. Поэтому с глаз я не снимаю этой водой косметику. И вам тоже не рекомендую. С лица наношу на ватный диск и просто протираю несколькими движениями для очищения лица. Могу сказать, что очищает она средне. Я бы сказала, даже, наверное, на троечку. Можно использовать один, второй и третий ватный диск. И все по-прежнему остается какое-то тональное средство, например, если оно было на вашем лице. Какого-то особенного очищения относительно очищения эпидермиса или, возможно, отшелушивания верхнего слоя я особенно не заметила. Остается после него такая безумная липкая пленка, которую очень-очень хочется смыть. Понятно, что любую мицелявную воду рекомендуется смывать. И я, естественно, ее смываю. Но иногда бывает так, что я, например, снимаю макияж с глаз и с лица, а потом какое-то время еще что-то делаю, где-то хожу. И, вы знаете, вот с этой водой на лице очень неприятно ходить. Ее прям хочется смыть. К ней прилипают руки. Кажется, как будто лицо, как будто, знаете, оно вспотело, что ли. То есть оно какое-то очень грязное, очень неприятное. Я использовала, наверное, где-то половину. Но буду я в дальнейшем, конечно, ей пользоваться. Но чаще всего теперь я ее использую вечером, очищая лицо, если у меня не было макияжа. Вот тут как-то все попроще. Взял ватный диск, налил этой воды, протер несколько раз. И вроде что-то там более-менее очистилось. Но потом нужно пойти, конечно же, умыться. Смыть даже не то, что какие-то вредные компоненты мицеллярной воды, а просто ее очень хочется смыть. Потому что безумно неприятно она находится на лице даже короткий промежуток времени. Поэтому для глаз нет. Для лица, возможно, никакого особенного эффекта ни очищения, ни отшелушивания, ни вообще какого-то положительного эффекта я не заметила. Поэтому абсолютно нет. И второе средство, которое я приобрела от Нонике, это моделирующее масло с эффектом похудения. Это тоже ежедневный уход и защита. И в этой упаковочке выглядит она вот таким образом. 200 мл. Такое действительно густое масло, в принципе, похоже на The Body Shop. Итак, основными ингредиентами здесь являются также сок Нони, кофеин, масло кокоса, масло шипа от солнечника, сладкого миндаля. Здесь также есть алоэ, ягоды асай, гранат, кофе арабика, манго, карликовые пальмы, опять же, лецитин, витамин Е, витамин С. Итак, масло. Масло высокой концентрации эфирных активных компонентов запускает процессы регенерации клеток, устраняет эффект апельсиновой корки, устраняет дряблость кожи, активизирует синтез коллагена, эластина, предупреждает вялость. Кофеин здесь активизирует обменные процессы, способствует выводу жидкости из ткани, лимфоток улучшается, масло миндаля питает, регенерирует кожу, придаёт ей эластичность. А вот как раз-таки входящий в состав сок нони и экстракт эзотических ягод, асай и фруктов работает как антиоксиданты, которые как раз-таки и стимулируют все процессы в клетках. Кожа становится подтянутой, увлажнённой, упругой. Масло можно использовать как для проведения антицеллюлитных программ, так и для ежедневного такого массажного эффекта. Упаковочка тоже очень просто симпатичная такая. Здесь также перечислены картинки всех тех компонентов, которые есть в составе. Объём здесь 200 мл. Пластиковая банка с такой жестяной, наверное, крышечкой. Откручивается. Здесь, честно говоря, по-моему, не было никакой заглушки, не помню. Масло выглядит вот таким образом. Оно очень действительно густое. Запах у него тоже неприятный. Он такой, знаете, тоже какой-то экзотический, сладкий, но тоже какая-то жуткая такая вот химозность. А когда вы ещё и наносите это на тело, тоже какой-то такой, знаете, какой-то спёртый, сладкий, душный аромат. Причём не какой-то приятный, а прям какой-то, не знаю, не очень комфортный. Масло густое. Вот так оно выглядит. Оно светлое. Достаточно легко оно наносится на кожу. Достаточно легко распространяется. Слегка оно, вот если вы видите, белит, то есть так можно поработать. Оно действительно относится к такой массажной, скажем так, категории. То есть можно помассажировать тело как руками, можно помассажировать тело какими-то щёточками антицеллюлитными. Впитывается оно достаточно долго, оставляет за собой такую, знаете, влажную, макроватую кожу. Вот как-то так я бы, наверное, это назвала. Плюс этот не очень приятный, какой-то такой, знаете, сладкий с чем-то аромат. Эффект, не знаю, я использую его не очень долго, потому что всё-таки лето. Оно тоже имеет какую-то, знаете, такую душную консистенцию. Приблизительно такую же, как и мицеллярная вода. То есть мицеллярка остаётся на лице и кажется, как будто это душное вспотело. И тело тоже выглядит, как будто оно в какой-то плёнке, как будто оно какое-то такое влажное, какое-то немножко вспотевшее, какой-то упругости, моментального какого-то эффекта подтягивания я тоже не заметила. Не очень приятное средство для использования. Эффект пока, ну, по крайней мере, пока я никакого не заметила. Наносится неплохо, но при этом и белит, и оставляет какую-то плёнку, и оставляет какую-то влажность, имеет какой-то неприятный аромат, то есть абсолютно такое тоже могу сказать нет. Поэтому абсолютно прогадала со средствами Нони, но зато попробовала, хотя теперь знаю, что это такое. В дальнейшем пробовать не буду. Вам могу посоветовать что-нибудь попробовать, чтобы составить просто своё мнение, потому что стоит это не очень дорого. Масло стоило в районе где-то, наверное, 500 с чем-то рублей. Где-то вот так, по-моему, это было. Но в связи с тем, что там была какая-то акция, то есть мне это как-то обошлось совсем недорого. Неудачная такая попытка. Очень хотелось вам рассказать. И если вы что-то пробовали от этой марки, обязательно поделитесь мнением, потому что вообще сок Нони достаточно полезная и такая очень интересная вещь. В Тае я знаю много средств именно на этом соке сделаны. Я даже что-то пробовала и была ими довольна. Ну, вот здесь это абсолютно такое мимо. Но если у вас другое мнение, обязательно поделитесь в комментариях. Давайте поболтаем на эту тему. Возможно, там есть что попробовать, хотя я уже точно не буду ничего пробовать. На этом видео заканчивается. Хотела просто вам рассказать про два средства, которые попробовала и которыми осталась недовольна. Не знаю, будете пробовать или нет. Это выбор за вами. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok